хоба привет леди энд мужики с вами доктор влад у нас на улице 10 градусов что-то совсем холодно ну и смотрим какие новости виктория пишет у нас закрываются все ветеринарные магазины потому что нет больше никакой скотины говорят мясо скоро исчезнет а кило мясо будет стоить 1000 рублей вот так ребята весь из полей так что у нас тут еще о вертолет ми-8 ведет поиск пропавшего под хабаровском ан-26 да ищут ищут и по-моему уже нашли это мне в конце там было там на самолете было всего несколько человек и он пропал вдруг с радаров и вот его ищут и ищут так уголовное дело было бы возбуждено после потери связи сам 26 так поиски осложняются темным временем суток надо было с утра искать так вот еще пропажи в иркутской области пропали волонтеры как и которые искали потерявшегося рыбака рыбак пропал его пошли искать волон волонтеры и тоже пропали интересно как бы тот вертолет не пропал который ан-26 ищут а ну вот только я сказал к поискам пропавшего ан-26 в хабаровске привлекли дополнительные силы а потом будут искать эти дополнительные силы таежная труднодоступная горная местность а вот на борту находились шесть человек так что тут еще кроме этих пропавших то вот следственник комитет проверить действия профессора читавшего лекцию во время стрельбы в вузе он долбанутый просто профессор вот и все олег сарамятников ну будут проверять до студенты отказались учить учиться у продолжившего лекцию タвера ну конечно но чуть-чуть учиться он долбанутый совсем но профессор профессор ты вовсе не star так что тут экипаж с актрисой пересильд провел первую тренировку на байконуре перед полетом на орбиту Да, вот она, прям вот настоящая пересильд. Посмотреть бы, как её внешность-то. Вот тут я посмотрел. Мама родная. Ходченко, вы знаете, все остальные актрисы точно такие. Вот тут какая-то шпица, пересильд. Ну, всё одно и то же. Вытянутая мордочка. Ну, интересно. Да, вот такие дела. То ли дело у нас, вот, например, артисты все разные. Вот сравните, например, Барбара Страйзен, да? Ну, к примеру, просто. И Мишель, ну, например, Плотяни. Разные. А эти все какие-то вот прям как из одного яйца. Да, вот такие дела. То, как скафандра ей выдали. Здоровый. А нахуда она вот такая тощая? В этом скафандре сзади ещё целая джигурда поместится. Так, что у нас тут ещё? Взгляд, деловая газета. Палата представителей США выступила за новые санкции против госдолга России. О, вот это да. А там ещё санкции по списку Навального будут. В общем, подряд опять. Ну, не знаю, пойдут или нет. Посмотрим. Пока выступили за. Но должен объявить это всё Байден. Байден. Так. Сенатор Джабаров. Россия чувствительно ответит на новые санкции США. Да, ох, ответит. Ох, как Машу выпустят. Она как ответит. Сегодня в Судаке была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Нет, не в Судаке. В Сундане, оказывается. В Судане. А я думал, Крым поднялся. Да. Решили чё-то перевернуть. Нет, в Судане. Россия пока никак не отреагировала на произошедшее на побережье. В Судане продолжается строительство российской военной базы. Да. Да. Ладно, хорошо. ЕСПЧ, это Европейский суд по правам человека, назвал Россию ответственной за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Ну, помните, его отравили полонием? Всё. Россия ответственна. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков назвал обвинения в адрес России голословными. Вот так. Ну, конечно. Так, Джо Байден призвал готовиться к новой пандемии. Кто-то ему сказал. Да. Новая. Ещё это не закончилось. Давайте глянем прямо вот, нисходя с места. Чё у нас тут с коронавирусом-то? В Иллиное. Да вот как-то не очень уменьшается. Так вот пошло-пошло-пошло и на плато. А по всей Америке тоже полно коронавируса, ребята. Носите маски. Синоптики спрогнозировали бабье лето в Москве. Ой, это будет страшная баба. Имейте в виду. Так. Россияне вышли на улицы Москвы в шапочках из фольги. Это кто такое? Молодые люди. Студенты политехнического университета. Они объяснили, что это оптимизация электромагнитных волн мозга во время сдачи экзаменов и зачётов, а также отвод тепла при перезагрузке мозга. Это политехнический университет. Вот скоро они закончат и будут строить мосты, дома. Прикиньте, да? Ха. Так. Собеседник удалил статью. Путину накрыли лунную поляну по иску Роснефти. Якобы у Путина ещё какая-то дача. Вот, да. Местные жители называют его... Это вот объект какой-то в Красной Поляне. Назвали его дачей президента России Владимира Путина. Путин сказал, что у меня там дачи нету и удалили статью. Дачу оставили. Нет, дачу не ставили. Не стали удалять. Так. В 2022-2024 году государство может направить на развитие атомного комплекса РФ 250 миллиардов. Но это в каждом доме будет маленькая, маленькая такая атомная станция, да. В подвале. В Подольске за сутки раскрыли убийство с расчленением. В Подольске. Зараза из Ленинграда пришла в Подольск. Эрдоган вновь отказал... Ты чё пришёл? Сейчас, ребят, секунду. Уже два раза погуляли, а они чё-то опять пришли тут. Так. Ну, это Миша, Гриша. Так. Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским. Нет, вот, ну, нет и всё. И где это он тут заявил? Об этом он заявил на Генеральной Ассамблее ООН. Вот так. Так. Песков заявил, что Москва считает позицию Турции по Крыму неверной. Кто-то его спросил. Дзюба отказался играть за сборную России. Наверное, ему случайные женские трусы выдали, что ли. Да, он не играет, да. Космонавты пожаловались на запах в российском модуле МКС. Ну что ж, запах, запах. А как вы думали? Конечно, запах. Это кто говорил? Шариков, да? Запах. Ой, ребята, российское вонище в космос улетело. Вот опять. Российские космонавты обнаружили на МКС, повышение концентрации плесени. Она уже плесенью покрывается, это МКС. А прикиньте? Ой, позорище! Песков не смог назвать сроки окончания самоизоляции Путина. Ну, как его выкупают оттуда из бункера, ну, так и закончится. Американский конгрессмен сообщил об одобрении санкций по списку Навального. Да, вот я вам говорил, да. Ободрили. Одобрили, вернее. Одобрили. Ну, помните, Навальный список написал, чтобы на них санкции. Так, и кто там? Абрамович, Дерипаска, Сечин. Ой. Андрей Костин – это глава ВТБ. А, Симоньян. Ой, Маргарита Симоньян. Да, это она и есть бобриха. Вернее, боброедка. И гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Ой. Офигеть, да? Так, бизнес-инсайдер рассказал, значит, ВВС США отрабатывают посадку на шоссе для подготовки к войне с Россией. А где они в России найдут шоссе? Странно это, да? Я тут так и написал в комментариях. Столько лайков получил. В России шоссе. Ай. В России нет дорог, а есть места, по которым ездят. Так. О, ребята, и под конец плохая новость. Нашли вот этот вот Ан-26, и все шесть членов экипажа погибли. И больше у меня ничего нету на сегодня. Пока. До свидания. С вами доктор Иблат. Я посмотрел, у Юсифа здесь ролики есть. Вот он не пишет, а я так что-то не заглядываю. И вот тут, ну вот есть ролики с музыкой. Я их не буду ставить на всякий случай. Юсиф. А вот есть роличек. Воробьи съели бабочек. Вот и посмотрите. Пока-пока. Всем доброго вечера. Это канал Бакинские помидоры. У нас недавно было нашествие бабочек. Вот сейчас я вам их покажу. А вот почему я начал снимать. Потому что огромное количество воробьев появилось. И все жирные нажрались. Ведь такой шум был недавно. Это еще тихий. Вот везде воробьи. Нас сжались жирненькие. Бабочки исчезли. А воробьи остались. О, затехали. Везде. Везде. Очень интересно. Никогда их столько не было. Везде воробьи. Везде. Вот так мы и живем. С воробьями. И со скотчем. Скотч, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший пес. Иди ко мне. Вот красавец. Ты мой красавец. Молодец, Скотч. Молодец. Всем спасибо. Это канал Бакинские помидоры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Эпи. Эпи.